Ребятки, я тут, короче, уже запыханный, в конце выпуска вы знаете почему, а я пока вас приглашаю в наш новый выпуск, который опять интереснейший влог, сегодня будет много классных моментов, а еще мы съездим с вами в Подольске, в топовую локацию, где можно классно погулять с семьей, да, в принципе, и в одному, и даже позаниматься спортом. Короче, провести классное время, погнали в новый выпуск. Мы, короче, решили подать заявление на загранпаспорт для Мирона, и вот тут есть такая тема, что если на 10 лет делать нового образца, то 1750, если делать старого, то 800 рублей будет госпошлина. Но не в деньгах как бы дело, дело в том, что, прикиньте, вот он сейчас младенец, у него одна физиономия, а через год, через два, через три, окей, через пять, через восемь лет он будет совершенно другой. И как он будет проходить границы? Там фотка месячного ребенка будет. Короче, такой вопрос, поэтому мы решили не заморачиваться, сделать на пять лет, а там потом просто будем менять все. Слушайте, короче, с паспортом облом, потому что я все заполнил, а уперся в пункт, где нужна опять прописка Мирону, поэтому, короче, у нас вообще все откладывается, нам тупо нужно теперь ждать неделю, и когда вот мы получим прописку, пропишем его, то уже непосредственно тупо займемся всей документацией. Вот такие вот дела. А чтобы не терять времени, я решил доехать до автозапчастей, посмотреть, что сейчас по ценам, чтобы приобрести масло, фильтра. Вы, наверное, помните, да, у меня напишут уже, что необходимо пройти ТОшечку. Вот, и если сейчас еще получится, надо заправить нормального топлива, потому что залило какого-нибудь бестолкового здесь на местной заправке. И еще, если все будет норм, заеду на мойку. Рынок, конечно, автосервисных услуг, даже клубных, какой-то безумно интересный. Кто вот как хочет, только походу и накручивает. Мне вот сейчас посчитали 21 тысячу запчастями с работой. В Краснодаре делал я все это дело за 13. Отдал 14, это вместо еще с диагностикой мне еще ходовочку посмотрели. Офигеть, 21 тысяча. У мамы есть вот такая вот шашлычница. И мама сейчас жарит шашлык. Вот так вот, прям не выходя из дома. Смотрите, какая красота. Уголек такой. Огонь. У нас же еще заканчивается полис ОСАГО. Вот, и я сейчас решил подать данные во все страховые. Посмотрим, сколько мне просчитают. Сколько что будет. Сейчас у нас полис альфа-страхования. Он нам, кстати, вышел. 5 тысяч 942 рубля 90 копеек. Вот, сейчас попробую подать. Посмотрим, сколько это выйдет. Ой, мамулька вам приготовила наш любимый торт. Называется Дамские пальчики. Я, конечно, шикарнейший вкус его вам не передам через камеру. Эх, да, кайф. Ладно, все. Будем есть. Так, мы собрались сейчас и поедем погулять в одно из самых красивых мест в Подольске. На самом деле, наверное, даже не одно из самых, а самое красивое. Сейчас мы прям доедем и я вам покажу. Классно, что в машине есть датчик давления в шинах. Вот он мне хлопцу так аж красным прям написал, что нужно проверить. Надо сейчас заехать куда-нибудь. Проверить, подкачать. А еще в Подольске, уже не первый раз вижу, вот открылась мороженое краснодарское славице, где мороженое по 12 рублей. Настенька вот говорит, что это не краснодарское, это просто их много в краснодарском крае, это славится. А вообще, ЕКБ, да, Екатеринбург? Может, что-то, короче, откуда-то, да. Просто здесь вообще ни разу такие не видели, а вот сейчас приехали и появилось. Ну что, мы все дружно приехали погулять в Дубровице, храм, знамение Богородицы. Здесь такая брусчатка, и если катить эту коляску, то прям тук-тук-тук-тук-тук-тук, поэтому несу ее вот так вот в руке. А дальше начинается уже вот такая вот дорожка, и здесь уже можно нормально катить. Пацаны взяли хлеб уточкам, но сами его грызут. Наверное, уткам не достанется. Слушайте, вот здесь вот в Дубровице осень как-то чувствуется по-особенному. Красивая, такая цветная, листочки, плюс вот эта церковь, конечно, каких-то очень-очень старинных годов. Здесь еще, смотрите, вдруг кто-то захочет приехать погулять, вот здесь зимой, вот это вот все в снегу, и здесь, получается, все катаются на ватрушках, и также вот с этой горки тоже все катаются на ватрушках. Короче, зимой здесь тоже есть что поделать. Ну а летом и осенью сюда можно приезжать, здесь река Пахра, кормить уточек. Кто-то закидывает уточки, пытается что-то поймать, вот, но мы сюда очень любили и любим приезжать. Вот даже когда мы здесь оказываемся, обязательно сюда заезжаем. Посмотрите, как она прекрасно смотрится. Сейчас чуть попозже сходим туда, покажу вам ее поближе. Здесь также вот такая, вот видите, смотровая, куда ходит жених с невестой, вешают замочки, фотографируются, то, что-то с вами сходим. Ну и, конечно же, потрясающий лесок, класс. Давайте так, я вам сейчас включу кадры с дрона, просто полетаем и покажу, как было. КОНЕЦ Здесь выходные, всегда очень много людей, независимо, какое время года, какая температура воздуха, всегда много. Люди, кто-то жарит шашлычки вот-вот-вот возле рек, кто-то просто сидит на лавочке, пьют вино, кто-то кормит уточек. Так, вот эта вот вся лужайка, прекрасная, зеленая, вот с таким вот видом на эту шикарную церковь, она забита. Кто играет в футбол, волейбол, там парцы здесь также отрываются. Короче, если вы из ближайшего Подмосковья, недалеко, и ни разу не были здесь, то я думаю, что вам точно стоит приехать сюда. Правильно, Настя? Точно не пожалеете. Здесь вот это место, по мне так оно самое классное. Вот можете заметить следы от шашлыка, здесь стоит лавочка, шикарное деревье, такая теневая зона. Вид у вас получается, да, такой красивый, панорамный, просто бомбический. И вот тут, получается, соединяются две реки, одна река Пахра, вторую я, к сожалению, не помню, как называется. И хотел вам сейчас сказать, помните нашу традицию летнюю, везде купаться. Да, ну, конечно, сейчас мы купаться не будем, очень холодно. Опа, опа. Просто покажу вам, мне самому интересно, что сейчас вода, она такая прозрачная, конечно, мусорная. Вон, бутылка воткнута, спокойно как, как спокойно и как красиво. А вот на той стороне реки есть вермельское хозяйство. Там куры, утки, козочки бегают. И вот пацаны всегда, когда мы приходим, они прям кайфуют. Вот я уже в кустах там видел две козы. Может быть сейчас получше еще увидеть. А, вон отражение, видите, вот она стоит. Да, козочки. Это я ее наш опыт. Ну вот про что я говорил, видите, сколько козочек пришло. Да нет. Ой, я обожаю козочек. Вон, полетел хлеб от Настенки. Будем сейчас уток подкармливать. О, посмотрите, посмотрите, как их много. Полетело, прилетело. Все, будут кушать. Видите. Красота. О, Настюха был. Они зажравшиеся, смотри-ка, они едят хлеб. Какой хлеб не едят? Нам, наверное, просто египетриянцы. А нет, вот смотри-ка пробует. Нет, не пробует. Так, здесь стоит такой памятник. Камень. Давайте подойдем в свое место. Прочитаем. Я знаю правду. Все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Вот так вот. Шикарные слова на самом деле. Просто в них немножко вдумайтесь. Открыт памяти великого поэта Марины Цветаевой на 10-м Цветаевском костре. Да, Цветаева это, кстати, очень великий поэт. Немножко поближе вам покажу ее. Гляньте, какая красота. Сейчас подойдем еще ближе. Покажу вам эту безумную архитектуру. Мы поднялись с вами в церкви. Здесь находится усадьба Ивановская. Вот туда вот в дереве можно тоже пойти погулять. Там такой красивый лесочек. Здесь еще раньше находилось, типа, дворец бракосочетания. У нас знакомые здесь свадьбу отыгрывали. Но как сейчас, точно не знаю. Вот она, ребятки, сама. Ой, церковь. Ну, я не знаю. У меня просто не хватает слов описать ее красоту. Здесь также есть информационная табличка. История храма. Это, кстати, недавно поставили. Вообще этого не было. Здесь также стоит вот такой вот памятник. Давайте подойдем поближе. Правда, на нем нет таблички. Соответственно, что это за скульптура, я вам не скажу. Ну, кто местный, точно в курсе, напишите. И есть вот такие вот колокола. На них, на каждом колоколе, можете увидеть, что там написано. Возможно, здесь кто-то подходит их, дергает на какие-то праздники. Играет цветная музыка колоколов. Ну, естественно, везде есть таблички о том, что нельзя здесь курить, пить, собак погуливать, ездить на велосипеде, пакальниках и так далее и тому подобное. Вот такая красотища. Пойдемте, еще ближе подойдем. Я пока подхожу к церкви, хочу вам показать, что вот за моей спиной, вот, находится ресторан Голицын. Вот это красота. Вот что, я смотрю, у всех в этом году где-то. Гляньте, как все сделано. Иди сюда, вот он, коровайчик. Обалденно. Это я не знаю, это, наверное, какой-то греческий стиль. Больше все это похоже. Вообще нереально красиво. Настенька, ты там историю читала? Я сфотографировала, да. А, что прочитала? Я сфотографировала, чтобы потом прочитать. Ага, ну понятно. Так, мои пошли вовнутрь. А я пойду чуть попозже. Сейчас они выйдут. И пойду я. Я сейчас спускаюсь как раз по лесенке, чтобы подняться на вот эту вот смотровую площадку. Тут, видите, такой мост, где вешают замочки. Там как раз у нас есть молодожены. Фотографируются. Так это выглядит. А мы вместе с Родиончиком. Какая красота. Ладно, пойдемте выше. Повыше поднимемся. Хотя есть табличка, видите? Замки не вешать. Вот такая красотища. Вот и поднялся. Смотрите, вот такие шикарные виды здесь открываются. Такая круговая панорама. Класс. А еще я, если честно, очень сильно прям охренел от вот такого вот отношения. Посмотрите. Тряпки, маски висят. Ну что это за жесть вообще? Посмотрите. Папочка, иди сюда. Капец. Папочка, иди сюда. Что это такое? Угадать пароль. Жесть, пошлите, пацаны. Смотрите, и таких вот много людей, кто везет. У меня, короче, у отца вот такая вот шикарнейшая, огромная машина. Он ее так тюнил-тюнил, короче, он спальник себе, короче, дакарский поставил. А сегодня они съездили в Южный порт, он купил себе новые колеса, какие-то усиленные. Ну, вдруг меня смотрят ребята, кто на газелях ездят. Вот четыре новых колеса, четыре резины, будет на жопу ставить передок новый. Может быть, кому-то это вот нужно. Диск в Южном порту 3200, а резина 4500. Вечером на ночь глядя, вышли с пацанами побегать, немножко поиграть. Сейчас даже должен наш дедушка спуститься. Купили сегодня пацанам мяч, свой оставили дома. Правда, здесь нет ворот, есть только кольца, и все. Ну, такая у нас здесь, видите, коробка. Давай, давай, Артем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова